БИБЛИЯ ГОВОРИТ Алексей Алексеевич задает вопрос Даниил. Вы неоднократно говорили, что утверждение о потере возможности выбора вследствие абсолютной греховности подтверждается Священным Писанием. Однако я не нахожу этого в Писании. Очень интересная постановка вопроса у Даниила. Я не помню, чтобы я где-то утверждал, что человек вследствие грехопадения потерял возможность выбора. Возможно, вывод такой можно сделать из многих вещей, которые я говорю на эту тему, но это неправильный вывод. Давай разберем, что же произошло во время грехопадения, что человек потерял, а что не потерял. Возможность выбора является одной из основных характеристик личности. Человек был до грехопадения личностью, и он после грехопадения остается личностью. Это значит, что у человека есть умственные способности воспринимать окружающую его действительность, оценивать эту действительность, принимать решения и фактически действовать. Это и есть выбор. Когда человек формирует свои отношения к окружающему, к тому, что происходит, к явлениям, которые его окружают, это и есть выбор, который человек делает всегда. И все люди, пока они в здравом уме, пока они живы, они делают это сознательно, исходя из определенных ценностей, которые у них есть. Вот это действительность, о которой сказано от начала и до конца. Речь идет о людях, которые жили до грехопадения Адам с Евой, люди, которые живут после грехопадения, верующие люди и неверующие люди. Везде Писание предполагает, что у человека есть capacity или способность выбирать. И это очень важная часть. Это первое, что нам нужно решить. Второе. После грехопадения человек, имея способность выбирать, стал выбирать только злое. И на это есть очень много мест, которые об этом говорят. Одно из них, наверное, самое яркое, это третья глава послания к римлянам. Апостол описывает Евангелие, и перед тем, как показать нам яркость Евангелия, он говорит следующее. Десятое стихо. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного. То есть люди принимают решения, люди делают выбор, но их выбор всегда против Бога. В этом трагедия грехопадения. Причина этого в следующем. Когда человек согрешил, то человек в этой новой парадигме своей жизни, у него есть в этой парадигме добро и зло, в его системе ценностей. Но его проблема заключается в том, что вся парадигма не зависит от Бога. То есть он претендует на независимость от Бога, и он сделал себя маленьким царьком своего мира, и он здесь играет роль Бога, и он сам здесь определяет, что хорошо и что плохо. И он даже что-то хорошее делает в своей системе ценностей. Проблема только в том, что он делает это что-то хорошее в разрыве с Богом, в отрыве от Бога. Он делает это не потому, что Бог сказал это хорошо, он делает, потому что это он сам решает, что хорошо. И сегодня он решает, что это хорошо, может быть, то, что он делает хорошее, совпадает с тем, что Бог думает, что это хорошо. Но его отношение к этому уже делает это явление греховным. И в этом проблема грехопадения, в этом проблема вообще всех грешных людей. Я об этом много раз говорил, извиняюсь за повторение, но для меня очень яркий пример этого в том, что у нас у каждого есть определенные предрасположенности внутри, которые определяют выбор. У меня есть такая предрасположенность, я не ем бананы, они мне не нравятся. И вот если ты положишь здесь гору бананов, и рядом положишь один мандарин, у меня есть выбор. Вот теоретически я могу эти бананы есть, или этот мандарин есть, или не есть ни то, ни другое. Но я никогда не буду есть банан, просто по причине того, что мне он не нравится. Я не люблю банан. Вот точно так грешнику не нравится жизнь с Богом. Вернее, грешник, он хотел бы получить бенефиты или благо от Бога. Он хотел бы. Он хотел бы небесную славу, он хотел бы Божье содействие ему в жизни. Но он не хочет покорности Богу. Он не хочет отказаться от своей претензии на управление, чтобы отдать себя и свою волю воле Божией. И вот это очень глубоко в человеке. Поэтому любой человеческий выбор, он исходит из этой базовой предпосылки, где, как апостол говорит, никто не ищет Бога. Никто не ищет Бога, чтобы ему покориться. Бога ищет, чтобы он помог экзамен сдать. Или какую-то всю минутную проблему решить. Но Бога не ищет человек сам по себе, чтобы поставить Бога на место, вот то, которое я сейчас занимаю. Вот в этом суть этого явления. Спасибо, Алексей Алексеевич. Драгоценные оставайтесь с нами в следующей программе «Почему Давид так сильно хотел мстить своим врагам». Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова